Продолжение следует... Вот такой второй вариант я решила включить в свой прогноз. Причина, как говорится, ясна. Многие пишут, что резонирует и по асциденту, поэтому раз так, значит будем делать и по асциденту, то есть в двух вариантах. Выбирайте и тот, и другой, или что вам ближе. Ладно, начнём. Какие события вас ожидают во втором полугодии? Этого года. Что будет мешать, что будет помогать, какой фон месяца будет и так далее. Начнём с фонопериода. Извините, опять сказала фон месяца. Вот что значит привычка. Сформировалась за три года. Итак, фон второго полугодия, друзья мои. Туз мечей. Ну, у вас всё серьёзно. Теперь давайте посмотрим, как будут складываться отношения. Всё-таки отношения – вещь серьёзная. Можно сказать с уверенностью, что наши отношения формируют события в нашей жизни. События, ситуации, обстоятельства. То есть, без этого, ну, никак. Это очень-очень важная составляющая в нашей жизни. Можно сказать, что даже главное. Итак, первая позиция – деловые отношения. Как будут складываться у вас деловые отношения? Любые дела. На работе, в бизнесе, личные какие-то дела, по хозяйству, там, с друзьями, там, с подругами, с соседями. То есть, все дела, которые вы будете делать во втором полугодии 2020 года. Далее у нас сердечные отношения. Как будут складываться сердечные отношения? Тойпишь любовные. Принцесса Кобков. А здесь у нас колесо фортуны. Серьёзно всё. С деловыми отношениями всё серьёзно, друзья мои. Прочие отношения. Это отношения с родными, с членами семьи, со знакомыми, с друзьями, с подругами. Так. Королева мечей. Тоже какой-то пересмотр, похоже, будет. Ну что ж, давайте посмотрим. А потом продолжим. Вначале, как говорится, рассмотрим эти позиции, что они нам несут, какие события. А потом продолжим. Продолжим расклад дальше. Фон месяца. Туз мечей. Не исключены в этом периоде какие-то острые ситуации. По-моему, я опять оговорилась, сказала фон месяца. Простите меня. Вот. Какие-то острые ситуации. И, возможно, они связаны даже с Вашими какими-то делами, действиями, с Вашим отношением. То есть, с Вашей подачей. С Вашей подачей. Не исключено, что этот период должен у Вас расставить все точки над «и». Если какие-то вопросы были не решены, не решены какие-то дела, то во втором полугодии отсрочки уже не будет. Либо обстоятельства Вас заставят порешать эти все вопросы, или Вы сами решите. Примите такое решение. Ну что ж, давайте потом посмотрим, где может проиграться вот такая ситуация. Думаю, что это, скорее всего, и с большой долей вероятностью может проиграться в деловых отношениях. Потому что здесь у нас выпало колесо фортуны. Мало того, что старший аркана, также этот аркан говорит о том, что пришло время менять отношения. Делать своего рода рокировку. Анализ, с кем дружить, с кем работать, с кем взаимодействовать, а с кем нет. Так что, вполне возможно, друзья мои, Вы пересмотрите свое отношение к коллегам по работе, к деловым партнерам. Либо пересмотрите свое отношение с теми лицами, с которыми у Вас были какие-то личные дела. Ну, также, вполне возможно, кому-то повезет. Повезет на новые выгодные знакомства. Перспективные знакомства. То есть, все-таки фортуну мы не исключаем, удачу мы не исключаем. Может быть, знаете, даже как раз и удача будет в том, что Вы, наконец-то, выясните отношения с кем-то. Или поймете, что это за человек перед Вами. Какую пользу или какую угрозу он Вам несет. Может, даже те же расставания, разрыв деловых каких-то связей, как раз и будет для Вас вот этой удачей. Да, здесь будет пересмотр. Здесь будут перемены в деловых отношениях. Однозначно идут изменения, друзья мои. Причем, может быть, даже не по Вашей только воле, а, скорее всего, именно по причине того, что пришло время. Обстоятельства Вас заставят изменить эти отношения. Скорректировать их, поменять или завести новые связи. Что касается сердечных, любовных отношений, здесь у нас выпала прицесса кубков. Я бы сказала, что карта очень обнадеживающая, такая нежная, ласковая, мягкая. Она больше говорит о каких-то гармоничных отношениях. Может быть, даже о новой полосе в Ваших отношениях. Может быть, о влюбленности, особенно для тех, кто ищет себе пару. Ну и, может быть, и о влюбленности для тех, кто имеет пару. Может, друзья мои, появится претендент у Вас новый. Или новая партнерша, на которую Ваш взгляд упадет. Вот всё может быть. Может быть, даже флирт какой-то завязаться. Какие-то такие, ну, лёгкие, друзья мои, отношения. Может, даже ни к чему не обязывающие. Да, вот такой конфетно-букетный период в своё время. Может, даже и у Вас между Вашим партнёром и партнёршей завязаться вот такие нежные отношения. Вспомните, как говорится, молодость. Или вспомните, как было у Вас раньше. И захотите повторить романтический вечер. Может быть, как говорится, со свечами. Не исключено, не исключено. Может, какие-то поездки совместные на отдых. Но это всё на благо, понимаете. На улучшение отношений. На гармонизацию. Также карта говорит о заботе. О взаимной заботе. О взаимопонимании. В общем, всё замечательно, друзья мои. Всё замечательно. Даже если кто-то в ссоре, вполне возможно, что Вы помиритесь. Ну, а если уж отношений у Вас уже вообще никак. Бывает такое, что, как говорится, решили, постановили, что только развод Вас спасёт. Ну, в данном случае принцесса Кубков может говорить о том, что Вы, ну, может быть, смирились с этой мыслью. Может быть, как-то успокоились. Может, перестали у Вас бушевать в душе бури, негодования, ненависти и ярости. Непонимания, почему так происходит, почему так не сложилось. Разочарований каких-то. Вот это всё устаканится, успокоится как-то. Ну, случилось. Ну, что теперь, как говорится. Застрелиться и не жить, что ли. Вот что-то вот типа этого, друзья мои. Что касается прочих отношений, здесь у нас выпала королева мечей. Ну, здесь не всё так просто. То есть, прочие отношения – это отношения с родственниками, с родными, с друзьями, подругами, соседями, с ближайшими знакомыми. Королева мечей может для кого-то срезонировать как обострение отношений. А может быть, срезонировать как вмешательство в Ваше отношение некой персоны. Ну, скорее всего, с недобрыми намерениями. Вот. Может быть, появление в Вашем окружении новой подружки или нового друга. В принципе, это не имеет значения. Просто мы расписываем как персонаж. И этот новый персонаж, конечно, будет личностью незаурядной, возможно, даже острым на язык, красноречивым, любителем поговорить, может быть, даже, покритиковать, пообсуждать, резким, вполне возможно, тоже. Но, тем не менее, этот персонаж может дать Вам совет какой-то. И связь с этой личностью может Вам вполне принести пользу, ощутимую пользу. Ну, на душевность со стороны этой личности, этого персонажа, конечно, рассчитывать не стоит. Тут всё вот так вот, отстранённо. Не позволит этот человек переступить какие-то границы, которые он установил для отношений. Поэтому не пытайтесь говорить там по душам, там что-то в душу лезть или ещё что-то. Нет, это не то. Это совсем не то. Не тот случай. Не исключено, что если, допустим, это касается родственников, членов Вашей семьи, не исключено, что в этом периоде Вам придётся быть более жёстче, более требовательнее. Может быть, даже контролировать будете их поведение, их поступки. Будете отстаивать, возможно, даже свою правоту, справедливость. А может быть, даже, знаете, в этом периоде будет оформление каких-то документов с родственниками. Ну, каких документов, ну, я не знаю, может быть, связаны с какими-то имущественными делами. Ну, или прочими делами. Ну, тем не менее, вот, знаете, фицапату Зумичей вполне возможно может проиграться именно в отношениях, в прочих отношениях. Вот то, что я сейчас перечислил. Именно здесь будет наводиться порядок, именно здесь будут выясняться отношения, анализироваться отношения, насколько они Вам нужны, насколько они Вам полезны. Токсичны они для Вас, или наоборот, они для Вас, вот, как бальзам для души. То есть, тут будет присутствовать категоричность с Вашей стороны, но не исключено, что и к Вам будут так относиться. Ладушки, пойдём дальше. События. Какие главные события, основные события могут произойти во втором полугодии Вашей жизни? Я не буду подробно останавливаться на этих событиях. Мы только с Вами рассмотрим главные аспекты, главное направление. Тенденции, скажем так. Ну, а там уже Вы сами решайте, насколько резонирует к Вашей ситуации, к Вашему положению на данный момент. И переводите именно на себя. Итак, какие главные события? Король кубков, дьявол и луна. Ну, не всё просто, дорогие мои. Не зря у Вас фон месяца выпал туз мечей. Не всё просто. Далеко не просто. Вот. Появление дьявола. Да ещё рядом появление луны говорит о непростой ситуации в Ваших делах. Ну, я думаю, что, скорее всего, это касается деловой, финансовой сферы. Потому что здесь у нас в отношениях выпало колесо фортуны. Тоже старший аркан и довольно серьёзный аркан. Сразу скажу, не исключены какие-то тёмные ситуации, не исключены какие-то интриги, недомолки. Могут быть подставы, обманы. Уж не знаю, с Вашей это стороны будет, с Вашей подачи или в Вашу сторону. Тут уже смотрите по обстоятельствам. Не исключено, что у Вас появится какое-то просто дьявольское желание чего-то достичь, чего-то получить, чего-то добиться. Может быть, какую-то работу. Может быть, организовать большой бизнес. Может быть, привлечь к своим делам какого-то важного персонажа. И Вы готовы, как говорится, на все тяжкие, готовы даже на большой риск. Всё-таки дьявол, он говорит ещё и не только о одержимости, он говорит ещё, конечно, и о более серьёзных вещах. Не исключено, что в этот период будет очень высокий у Вас уровень интуиции. Всё-таки Вы по знаку рак. С этим у Вас, как говорится, всё в порядке. И именно интуиция будет Вас вести во втором полугодии, что нужно сделать, как нужно сделать. Вообще, конечно, в события могут вклиниться и люди, понимаете, король кубков, допустим. Также по дьяволу может быть какой-то персонаж, который преследует свои интересы, причём очень большие интересы, жёсткие интересы. И тут, как говорится, не до сантиментов. Если что-то этот человек захочет от Вас получить, то он будет делать всё возможное и невозможное, в том числе и пакости. Да, влияние, влияние каких-то людей будет, влияние, причём очень сильное влияние. Уж с какой целью тут, как говорится, у каждого своё будет. Это, кстати, влияние может касаться даже и отношений каких-то личных. Всё-таки у нас тут королева мечей вполне возможно. У кого-то к Вам интерес свой, или это Ваш интерес к каким-то персонажам, всё-таки у нас здесь колесо фортуны, тоже изменения идут, понимаете. По королю чаши стоит обратить внимание не только на людей, тех, которые мягко стелят, вернее, жёстко стелят, но и которые мягко стелят, которые с Вами ласковые, пушистые. Там тоже, может, скрыты такие страсти, такие интересы, что Вам мама дорогая. Вот кто не работает, да, кто не работает, кто уже на пенсии, кого уже, как говорится, не волнуют эти рабочие все страсти, В данном случае всё это может проиграться в Ваших делах, с Вашим окружением, ближайшим окружением. Либо карты показывают, что этот период, Вы будете очень сильно чего-то хотеть. Причём такое, знаете, прямо на уровне одержимости, на уровне желания во что бы то ни стало, независимо, какие Вы будете предпринимать средства и методы, даже крайние, но главное добиться. Может, кто-то займётся магическими практиками, друзья мои, или другими какими-то тайными знаниями, чтобы эти тайные знания использовать на улучшение своих каких-то жизненных условий. Может, по условиям проживания, может быть, каких-то личных отношений. И эти карты могут проиграться в отношении Вашего партнёра или Вашей партнёрши, с которыми Вы живёте или с которыми контактируете. Я имею в виду сердечные дела, сердечные дела. Тут может проиграться у кого-то и как отношения, завязанные на страсти, или отношения, завязанные на ненависти, на любви. Привязать кого-то. Может быть, даже события заставят Вас попасть в зависимость кому-то. Или кого-то Вы привяжете себя вот именно нитью зависимости. Да, может и такое быть. По даме мечей тут, мама дорогая, желания могут быть очень даже изощрённые, скажем. Или вот это Ваше настроение, то, что я говорила, сердечные отношения, вот это желание любви, желание испытать эти чувства, повысить градус чувственности, наслаждение. Они тоже могут привести и к зависимости, могут привести и к одержимости. Тут может быть всё, что хочешь, дорогие мои. Непростой перевод. Непростой, непростой. Ну, давайте посмотрим, что будет мешать и что будет помогать. Может, ещё как-то дополнительно раскроют эти три карты. Вот, кстати, что касается финансовой, финансовой стороны. Давайте я доложу ещё одну карту. Но что-то тут с большими деньгами завязано, друзья мои, с большими. Причём дела эти какие-то мутные. Мутные. На грани фола. И может даже какие-то схемы такие не очень законные, скажем так. Ну, посмотрим, что будет. Ага, восьмёрка жезл. Либо получение каких-то вестей, новостей. Может быть, получение какой-то информации, связанной с деньгами. Ну, я не скажу, что может быть какая-то засада с деньгами. Хотя, в принципе, надо всё-таки быть поосторожнее. Поосторожнее. И если рискуете, то в пределах, конечно. Просчитывайте риски. Стоит оно или того не стоит. Ну, и если у вас какие-то операции с деньгами, то обязательно будьте внимательны. Всё-таки дьявол и луна, они могут привести к непредсказуемым последствиям. Или последствиям, на которые вы не рассчитываете. Но события могут развиваться в финансовой сфере очень стремительно. Может, знаете-ка, вот неожиданно раз что-то вам предложат, где-то может заработать. Или в какое-то дело вступить. Какую-то сделку проверенную. Может, что-то продать, купить. Может, попросит кто-то взаймы с тем, что вот через некоторое время я отдам тебе с процентами. То есть, вот какие-то денежные операции. И это может быть очень такие, знаете, быстрые-быстрые такие сделки. Стремительные предложения, неожиданные предложения. И времени-то особо сориентироваться, как вроде бы, и не будет. Они больше вас будут врасплох заставать. То есть, будьте осторожны с деньгами, друзья мои. Будьте очень-очень осторожны. Так, ну, вернёмся к позициям, что будет мешать и что будет помогать. Что будет мешать. Принц Пентакли. Что будет помогать. Солнце. Так, что будет мешать. Ну, принц, вообще-то, Пентакли, очень практичный деловой товарищ. Он прежде, чем сделать, сто раз подумает. Неторопливые. Просчитывающие все шаги. Ну, почему это будет вам мешать? Может быть, знаете, будут какие-то предложения, особенно вот в финансовой сфере мы тут видим. Может быть, какие-то деловые отношения. Где не надо слишком долго думать. Да, это вам может помешать, сорвать сделку. Вы можете упустить свой шанс. Может, это касается, конечно, и личных отношений. Если у вас появится какой-то объект вашего внимания, поклонник или поклонница, то, может, не надо тянуть кота за хвост, не надо отстраняться от человека, может, попытаться его изучить, понять и так далее. И в будущем это для вас будет большим плюсом. Вот эти отношения могут даже перерасти в серьёзные какие-то отношения. То есть, если только вот в этом плане, друзья мои. Ну, что будет помогать? Солнце. Отличная карта. Помогать будет ваш позитив. Помогать будет, может быть, кому-то будут помогать дети, если они уже взрослые. Вот. И не только взрослые. В принципе, если у вас хорошее отношение с детьми, они вам будут давать позитивы, они будут вас как-то настраивать на какие-то действия, на какие-то дела ради детей, скажем так. И случайте оптимизм. И случайте оптимизм к вашему ближайшему окружению. И вообще с людьми, с которыми вы завязаны, с которыми вы общаетесь. Развивайте свою харизму. Ну, это, конечно, харизматичность на высшем уровне, друзья мои. И она, именно она вам поможет в решении каких-то дел. Вот как-то так, друзья мои, как-то так. Это вам поможет. Быть солнцем и для себя, и для своего окружения, и в общении. Ну что ж, идём дальше. Следующая у нас позиция. Вызов. Что я имела в виду? Я имела в виду вызовы, различные вызовы судьбы. Вы, допустим, какие-то перемены, изменения, трудности, препятствия, удача, везение. Насколько вы готовы к таким вызовам? Насколько вы, какой градус у вас готовности встретить эти вызовы? Достойно встретить. И самое главное, использовать их. В улучшении своей жизни, что ли. Давайте посмотрим, какова степень вашей готовности. В том числе, кстати, и к удачам, и к везению. Это тут тоже важно. Уметь воспользоваться, по максимуму воспользоваться. Не пропустить эту удачу, этот счастливый шанс. Итак, ваша готовность. Король мечей. Ну, можно сказать, что да. Здесь вы ситуацию держите под контролем, более чем под контролем. Не теряете голову. Анализируете, сопоставляете. Вырабатываете какую-то стратегию, тактику, какой-то план. Как преодолеть. Можно сказать, что, знаете, у вас есть план и В, и В, и Г, на случай, если что-то пойдет не по плану А. Вот так вот, если коротко. Ну, и совет. Совет карты иллюминатов. Что вам рекомендует Таро? Королева кубков. Что советуют? Развивать свое творческое начало. Свои творческие способности. То есть подходить к своим делам, к отношениям, ну, скажем так, творчески. С душою. Вот. С душою. И также не отказываться от помощи других. От помощи тех людей, которые к вам хорошо относятся, которые вам желают добра. Да, вполне возможно, что это какая-то женщина из вашего, естественно, ближайшего, ближайшего окружения. Да, дружите, любите, общайтесь. Наполняйтесь позитивом. Делайте все то, что просит ваша душа. Ублажайте свою душу. И все будет замечательно. Да, да. Вот такой получился расклад, уважаемые мои. Мне остается пожелать, конечно, вам здоровья, финансового благополучия. Пусть у вас все сложится, пусть у вас все получится. И вообще будет все-все-все замечательно. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. До новых встреч на моем канале.